Приветствую вас, мои дорогие любители пневматического оружия. Вот уже почти два месяца мы с вами живем в новой юридической правовой реальности, связанной с пневматическим оружием. То, чего не было до этого никогда. Много за это время мы уже, вот лично мы, я и мои коллеги, много сделали относительно того, чтобы эта реальность все-таки осталась где-то там. И что я хочу сегодня рассказать? Я хочу рассказать две вещи. Ну, начнем сначала. Первая вещь это то, что нам наконец-то прислали официальные ответы. Два ответа нам пришло из органов, так сказать, государственных, которые надзирающие, карающие. Но я вам даже их показывать не буду, потому что это не ответы, это отписки. Ответ состоял из чего, грубо говоря? Что там, что там, прямо вот, можно сказать, под копирку было сделано. Был переписан текст закона. И юридическим языком, условно говоря, была надпись такая, что вот закон, вот мы будем его следовать. Как это будет соотноситься с постановлением Пленума Верховного Суда и все остальное? Ну, ничего не было. Ответ типа, вот, есть закон, исполняем его. Как говорит, знаете, дура лекс, сэд лекс. То есть, закон жесток, но это закон. Ну, куда деваться, да? В принципе, мы такой ответ и ожидали. Вот, но все равно, тем не менее, как бы, вот, понятно, что никто ничего там наверху тоже не знает пока что, как это будет связано. Насколько я более-менее мониторю ситуацию с, скажем так, с возбужденными уголовными делами по возможности и с рассмотрением дел таких в суде, в судах уже, в принципе, это можно организовать. Организовать пока что именно по пневматическому оружию не было решений судебных никаких. То есть, прецедентов, хотя у нас не прецедентная система, но прецедентов не было. Но это, что называется, пока что. Пока что два месяца и, естественно, никто ничего не знает. Вот, и может быть, там через какое-то время уже что-то появится. Хотя бы будем понимать, куда там дальше двигаться. Как я говорил в предыдущем видео, у нас в компании мы разработали свои протоколы безопасности для клиентов. Для нас протоколы безопасности. И теперь отремонтированные винтовки, отремонтированные изделия передаются клиенту исключительно с наклеиванием специальных марок. То есть, с наклеиванием пломб, скажем так, да, клееные пломбами, с установленными законом, пружинами, мощностью до трилджоли и соединенным резервуаром. То есть, фактически, на изделие передается в виде кит-комплекта. Также мы разработали, собственно, антибсдуны, которые с определенного времени мы будем ставить на все изделия, абсолютно все изделия, которые мы ремонтируем. При этом я хочу отметить один факт, что мы за это денег не будем брать. То есть, цена ремонта, она останется на том же уровне, на котором была до этого. Мы понимаем, что сейчас сложные времена. И поэтому мы включили вот это производство и установку этого изделия, антибсдун, в свою себестоимость и уменьшили свою маржу. Вот, поэтому ничего не изменится для вас, но будет установлен в обязательном порядке. Я думаю, что с сентября месяца мы будем в обязательном порядке устанавливать на все абсолютные изделия антибсдуны, абсолютно. Это будет как для вас безопасно, так и для нас безопасно. Но, друзья мои, не об этом сейчас главный разговор. Я хотел рассказать вам немного о другом. Что называется, удивительное рядом. Вот. Значит, мы получили в ремонт сегодня. Нет, не сегодня, ну не важно, когда-то вот там, третьего дня получили в ремонт два изделия. Оба изделия Крайл Панчер Брейкер. Вот. И мы обнаружили удивительную вещь. Значит, вот этот вот сейчас мой комментарий. Все остальные, кто не интересуется изделием изнутри, грубо говоря, могут уже выключать это видео, потому что дальше пойдет чисто техническая такая сторона вопроса. Вот. И она касается только тех людей, которые действительно интересуются, что же у винтовки внутри и как она работает и, грубо говоря, дружит с руками и чинит свое изделие самостоятельно. Чинит, разгоняет, ремонтирует. Вот. Разгонять сейчас нельзя, кстати. Вот. То есть, ну вот, ремонтируем. Назовем это так. Изделие. Вот. Мы получили два изделия. Значит, сняли с них резервуары. Вот абсолютно на внешний вид одинаковые резервуары, да? Отремонтировать их. Только один резервуар у нас произведен 03.19 года. Вот, вы видите, последняя строчка у нас идет 03.19. А второй резервуар у нас произведен 0.7.20. То есть, вот, вот, буквально вот так. И что же мы увидели? Удивительно рядом. Когда мы раскрутили задние пробки, открутили задние пробки резервуаров, вот, то обнаружилось, что резьба у пробок теперь с какого-то времени, она разная. И пробки, не взаимозаменяемые между резервуарами. Что это просто, ну, для нас было, честно говоря, шоком. Потому что мы же продаем запчасти, естественно. Вот. Продаем запчасти для кралок. В том числе мы продаем корпуса для боевых пробок отдельно. Боевые пробки в сборе. Не только мы продаем, на самом деле. Вот. Многие другие компании, магазины и мастерские продают. Оказывается, что пробки не взаимозаменяемые. Резьба одна и та же. Шаг один и тот же резьбы. Но длина резьбы разная. И получается, что пробка, которая... Вот. Вот две пробки, казалось бы, одинаковые. Да? Нифига подобного. На одной пробке длина резьбы от захода до крайнего витка у нас составляет... Сейчас я заход вот так найду. На одной пробке составляет 19,4, ну, 19,45. Вот. А на другой пробке от захода до крайнего витка 20,5 мм. То есть, на 2 мм одна резьба больше другой. Это что говорит о том, что пробки просто тупо не будут вкручиваться. Более поздняя пробка, которая произведена в 20 году, она подойдет к трубе 19 года, потому что у нее резьба короче. Вот, более короткая пробка, более, так, да, более короткая, вот, резьба, она подойдет к 19 году. Сейчас я вам покажу. Вот. А более длинная резьба, она, соответственно, просто не подойдет туда. Получится таки... Сейчас я вам покажу. Таким образом, что, ну, просто нельзя будет заменить, нельзя будет использовать эту пробку. Соответственно, когда вы, если вы планируете поменять, ну, там, в силу определенных причин, множество, вот, вы планируете поменять боевую пробку на своем резервуаре, и обязательно, после того, как вы ее сняли, обязательно измеряйте штунгенциркулем, ну, в идеале штунгенциркулем все-таки, измеряйте длину резьбы. Длину резьбы. Вот так получается. Видите? Пробка не закручивается до конца. Это мы используем на резервуаре 20-го года, пробку 19-го года. Не работает. Ну, а наоборот работает. Вот, то есть, можно с более короткой резьбой пробку использовать в более старом резервуаре. То есть, более новую пробку, в более старом резервуаре, в трубе резервуара. Вот, это очень важно, потому что, ну, действительно, пробка может просто не подойти, и, соответственно, как бы, будет важно. Мы запросим, естественно, у производителя, когда, с какого месяца, вот, пошла такая конетель. Вот, я не знаю, может быть и в боевых пробках тоже другие резьбы, соответственно, длинные. Скорее всего, ну, просто мы не выкручивали передние пробки. Ну, вот такая вот конетель. Вот, очень неприятное, на самом деле, для нас известие, потому что мы зачастую меняем пробки, уже готовые у нас уже лежат, готовые боевые пробки, модернизированные. Мы меняем их на готовые, ну, то есть, меняем местами с пробками, а оказывается, они не взаимозаменяемые. Вот, дорогие друзья, смотрите, подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Александр. Стреляйте, попадайте. Наш сайт в подписи. Пока.